Кахана подстрекает арабов. Я подстрекаю арабов? Конечно, почему я раньше об этом не подумал? В 1929 году, за один день в Хевроне, арабы убили 67 евреев. Их подстрекал Кахана? Только одна проблема. Тогда я еще не родился. В 1920 году они убили евреев в Яффе. В 1921, в старом городе Иерусалима. В том же месте, где на евреев сегодня нападают каждый день. Кто подстрекал их в 20-х годах? Кахана, который еще не родился, или Бегин, который ребенком жил в Польше? Между 1936 и 1938 годами арабы вырезали 510 евреев. Кто тогда их подстрекал? Что тогда им не нравилось? Кто тогда говорил о выселении арабов? Мир сейчас. Мир сейчас. Я сижу в Израиле и слушаю, как они говорят, что препятствия для мира в регионе – это земли, оккупированные в 1967 году. Какие они умные, я просто восхищаюсь и завидую. Теперь-то я понимаю, почему арабы начали с нами все войны. Теперь я знаю, почему в 1937 году они вырезали евреев из-за оккупированных земель с 1967 года. Как же я сам до этого не додумался. В 1947 году ООН предложила план разделения, по которому должно было быть создано еврейское государство, крошечное и абсурдное. И арабское государство под названием Палестина. Или, как они тогда говорили, Балестина. Но арабы сказали – нет. В 1947 году они пошли воевать, и знаете почему? Конечно же, из-за оккупированных земель с 1967 года. Сегодня я выступал на радио. И там также был один профессор, араб. Он сказал – это правда, что мы хотели уничтожить Израиль в 1947 году. Но вы не можете сегодня знать, что мы будем думать завтра. Поэтому сейчас мы передумали. И это правда. Вот почему, если мы отдадим им земли с 1967 года, мы не сможем узнать, что они сделают завтра. Сегодня есть понятие «умеренных арабов». Это примерно как умеренные террористы, которые, предположительно, убивают евреев умеренно. Нет никаких «умеренных арабов», как этот гном, король Хусейн. Он умеренный. Я не знаю, почему. Он маленький, невысокий. Вот это умеренный, без сомнений. Король Хусейн каждое утро просыпается и говорит – «не будет никакого мира, пока Израиль не отдаст западный берег». Он так это называет – и восточный Иерусалим. И тогда уж точно наступит мир, конечно. В 1967 году, как вы думаете, кто владел западным берегом и восточным Иерусалимом? Адаса? Ваш Рави Морд? Король Хусейн владел западным берегом и восточным Иерусалимом и пошел воевать. Так вот, если некто владел восточным Иерусалимом и все равно пошел воевать, не будет ли логично предположить, что он может захотеть и западный Иерусалим? Или западную Хайфу, или Тель-Авив? Нет умеренных. Есть только два вида арабов – умные и глупые. Глупые говорят, что думают «покончить с Израилем». Умные арабы имеют в виду то же самое, но они умные. Они поняли, что если говорить о евреях хорошо, то они засыпят тебя деньгами или дадут тебе Синай.